Как ты определяешь систему в философии? Ну, системным философом является философ, у которого, значит, учение, его основное учение включает в себя, значит, такие принятые разделы академической философии, да, то есть это метафизика, эпистемология, логика, этика. Неправильно. Неправильно, нет. Системный философ это тот философ, у которого есть достаточно крупные достижения, при этом связанные друг с другом, связанные друг с другом в разных областях, не обязательно принятые в академическом сообществе, то есть может быть систематический философ без метафизики. Но зато все другие аспекты философии у него проработаны, ну, замечательно. Ну, то есть мы изымаем метафизику и по определению убермаргинала получается, что это уже не систематический философ. А что с остальной системой делать тогда? Это не систематично? Непонятно. То есть если там есть, значит... Ну, у Гегеля не очень много про логику, у него про диалектическую логику много, а про обычную логику он довольно-таки странно отзывается. Хоть в каком-то виде вот эти вот четыре, может быть, еще больше, там эстетика и так далее, то это систему. На самом деле направлений значительно больше, во-первых. Во-первых, да, у них их вообще значительно больше, даже академических. С другой стороны, их можно создать еще больше этих самых разделов философии. И ввиду этого, ну, блин, ну и чё? Ну, метафизика или не метафизика, какая разница? Декарт это не системный философ, у него этики нет, собственно. Плохое определение, ну, окей. Не знаю. А логика у него какая, у Декарта? Он логику разрабатывал, что ли? Я чё-то не помню. Рассуждение о методе, это методология, это теория познания, это не логика. Значит... А чё-то не помню, просто реально, чтобы Кортезия разрабатывал логику, как таковое. Там какую-нибудь... Хоть он иррационалист. Шадов, ты завтра будешь рамсить с маргиналом? Ну, не знаю, рамсить. Мы будем общаться. Не знаю, Ницше это... Ну, Ницше, в принципе, сложно. У Ницше все разделы, многие разделы философии есть, ну... Но не все. Логики у него тоже нет. У него есть критика логики. Только если так. Витгеныш, ну, блядь, хуй знает. Ну, там... Ну, в общем, почему Гегель-то системный? Потому что вот именно философия Гегеля, описанная в его диалогии, да, то есть феноменология духа и наука логики, это две книги. Наука логики это сиквел, как бы к феноменологии духа. Я бы скорее сказал, приквел. Его философия включает в себя метафизику, эпистемологию, этику, эстетику, логику. Понятно, что логика там в понимании Гегеля. То есть она с поправкой на то, что это старая очень логика. Еще и езжу туда. Да, завтра у нас с маргиналом будет встреча. Аристическая аристотелевская логика. И понятно, что она в понимании именно Гегеля, который не имел математического уклона, вообще ни одной косточки математической. Аристотель тоже не имел математического уклона. На всякий случай просто напоминаю, что перипатетики как-то не очень сильны были в математике. А платоники, да. Зато платоники были не сильны в логике. Не имел в принципе. Понятно, что этика у него тоже специфическая. Она есть в какой-то мере. То есть можно задать вопрос, как отличить этику от чего? В 21.00, друзья, не забываем приходить либо ко мне, либо к маргиналу. Можно будет смотреть везде, я думаю. Но если что, если у меня возникнут технические проблемы с моим стримом, вот здесь, я отключаю свой стрим и иду полностью к маргиналу. У меня нет никакой ненависти к Марго, Александр. Никакой ненависти вообще. Абсолютно нейтрально. Чего-то другого. Как отличить метафизику от чего-то другого? То есть то, чтобы нейтрально, я к нему даже с уважением отношусь. Александр, какая ненависть? Как отличить эпистемологию? Эти вопросы можно по-разному отличать. Но в принципе, в академических кругах есть некие способы. Есть некие... Ну то есть он уже дал, на самом деле, не академическое определение системного философа. Вот здесь небольшая проблема заключается. То есть по его определению практически никто не является системным философом. И это проблема как бы. И это большая проблема, кстати. Очень мало философов по определению убермаргинала могли бы быть названы системными.